Одесский кризисный медиа-центр начинает свою работу. Тема первого брифинга сегодня презентация альбома «Блокпост» проекта «Тим Тайлер», посвященный событиям в зоне АТО. Брифинг проведет Антон Бессонов, украинский исполнитель из города Горловки, представитель группы «Тим Тайлер». Как я даже сказал, на сегодняшний день одна-вторая группа и единственная активно функционирующая творческий участник группы. Антон Бессонов, проект «Тим Тайлер» для благополучного начала нашей беседы. Я сейчас исполню одну из своих песен. Она не имеет отношения к альбому «Блокпост», но я думаю, она задаст хорошее настроение нашей встречи. Песня называется «Фокусник». Пойдем-ка «Фокусник», покажу тебе красавица. Пойдем-ка «Фокусник», покажу тебе понравится. Ты изумишься, поразишься ей же ей. Достану черный котелок, а из него под потолок взлетит фонтан из белокрылых гад. А после будем мы сидеть в квартирном холоде, А с неба мертвые лететь над землю в голуби. А подоконник, ударяясь на лету, Мы будем дальше доживать, Мы будем мучаясь гадать, Что погубило их полетах красавицы. Пойдем-ка «Фокус», покажу, А впрочем, стойте. Я разболтал тебе секрет его истории. Теперь ты знаешь все нюансы наперед. Возьми-ка лучше котелок, Давай взлетим под потолок И разобьемся с голубями В свой черед. Ну вот, собственно говоря, Что заставило меня, человека, который, по сути, на досуге, Да и не только на досуге, А вообще каким-то основным, И не побоюсь этого слова, прибыльным занятием, Заниматься творчеством таким вот Интимно-философским. Что заставило меня обратиться к социальной тематике. Альбом «Блокпост» был написан в разгар Операции АТО, Антитеррористической операции. И был он написан непосредственно на территории, Где происходили эти события. В городе Горловка, В поселке Байрок, Куда я незадолго до начала военных действий По стечению обстоятельств попал. И где я решил, в общем-то, все эти события пересидеть. Потому что на тот момент, когда начались военные действия, Перемещаться по территории города было достаточно опасно. А в поселке, там частный дом, Там есть подвал, Слово «бомбоубежище» неоднократно. Слава Богу, у нас обошла участь быть задетыми Осколками снарядов или снарядами. Но вот дважды, где-то в нескольких сотнях метров от себя, Я застал падающие снаряды. И, в общем-то, врагу не пожелаю таких впечатлений. Когда я оказался в этом поселке, Собственно говоря, я туда поехал для того, Чтобы в условиях природы, Свободы от интернета и городской суеты, Горловка, конечно, не столь крупный город, как Одесса. И суеты там не так много, Но она, тем не менее, присутствует. Чтобы в отдалении от всего этого записать совершенно другой альбом. И таким образом я там оказался со своей музыкальной аппаратурой. Ну, благо сейчас, собственно, дело не хитрое. Звукозапись. И слишком много всего не нужно для того, Чтобы сделать полноценно звучащую фонограмму. Ну, по крайней мере, в формате электронной музыки. Вот. И когда начались все эти события, То я решил, ну, так все совпало. Вот. И внешнее воздействие всех этих обстоятельств, И внутреннее мое состояние. Сказали мне, что я должен как-то отреагировать на это. Как творческий человек на все, что происходит внутри. И я решил отреагировать записью мини-альбома. Небольшой. Он длится 16 минут. Вот. Из четырех инструментальных композиций. Которые бы на языке современной электронной музыки. Я не являюсь академическим композитором. У меня нет такого образования. Вот. И поэтому я писал в той форме, которой владею. Хорошо. Вот. На языке современной электронной музыки. Танцевальной музыки. Ну, псевдо-танцевальной. Потому что, конечно, там, танцевать на тему военных событий. Как-то даже грешно. Вот. На языке музыки эмбиент. Вот. Отразить ощущение мирного жителя. От того, что происходит в одном городе. Сразу оговорюсь. Вне каких бы то ни было политических динаминаций. Вот. Потому что на тот момент, когда я оказался, вот, в водовороте этих событий. Ну, слава Богу, не в водовороте. Ну, так скажем, подле него. Вот. Самое главное, это было остаться, ну, во внутреннем ощущении, как бы остаться живым и невредимым. Ну, вот. И... Богу молили о том, чтобы снаряд где-то не взрывались. Снаряды, там... Наверное, даже... В общем, было не до, скажем так, деления на наших и ваших. Стоял элементарный вопрос выживания. И присутствовало желание у нас скорейшего прекращения военных событий. Собственно, это попытался отразить в альбоме. То есть, ощущение человека, который живет своей жизнью, занимается своим делом, любимым, маленьким, большим, неважно, в любом случае, нужным. Вот. И вот вдруг его жизнью отрывается война. То есть, появляются какие-то препятствия в плане перемещения по городу. То есть, был какой-то период, когда для того, чтобы это преодолеть, грубо говоря, там, 6-8 километров от этого поселка до какого-то более цивилизованного места в городе, нужно было пересечь 3-4 локальных блокпоста по городу. Сейчас уже этого, слава богу, нет, но такой период был, он был достаточно продолжительный, несколько месяцев. Вот. Был период, когда каждый день по... Несколько раз на день ныряли в подвал всей семьей. И дружно там дрожали в ожидании того, собственно говоря, смысле о том, что можем, в общем-то, туда залезть и оттуда не выбраться. Вот. Соответственно, в альбоме появились композиции. Собственно, сам альбом называется «Блокпост», и первая композиция называется «Блокпост», которая, с одной стороны, отражает ощущение вот этого, ну, я попытался передать, ощущение напряжения человека, который, вот, вынужден теперь, совершая свое какое-то ежедневное, там, ритуальное путешествие, грубо говоря, из дому на работу, там, или куда-то там, из дому на рынок, вот, пересекать эти блокпосты и подвергаться каким-то проверкам. Вот, с одной стороны, это напряжение. С другой стороны, это момент напряжения человека, который, там, по воле судьбы стал военнослужащим, который, там, попал на этот блокпост в качестве часового и который испытывает не меньше внутренний стресс, чем еще люди, которых он проверяет. Потому что люди, которых он проверяет, ожидают подвоха от него, а он ожидает подвоха от них. Вот, все были напуглены, на самом деле. Вот, потом вторая композиция альбома, она называется «Подвал». Вот, наверное, это самый напряженный трек на пластинке. Вот, и в нем за счет такого мерного ритма и таких гротескных синтетических духовых инструментов, я попытался передать чувство человека, который сидит в полутемном погребе и ждет завершения обстрела. То ли успешного, то ли, ну, уже какого-то. Следующая композиция называется «Летний град». Здесь в названии «Игра слов» присутствует. Установка «Град». Вот. И четвертая композиция тоже, на самом деле, она называется «Перемирие», но у нее тоже достаточно напряженная музыкальная тема, потому что вы, ну, по крайней мере, из сводок новостей знаете, что у нас неоднократно заключались перемирия, и, в общем-то, все знаете цену этих перемирий. В том случае они могли быть, ну, неоднократно нарушались разными сторонами совершенно. И не вникал в то, кто именно их нарушал, но мы очень хорошо слышали, что они нарушались, и именно, вот, по-моему, после одного из «Перемирий» там взорвался не так далеко от нас снаряд. Вот. Длится 16 минут альбом. Его радиопремьера состоялась в эфире радиостанции «РФМ» и «Иве». И с подачей в программе «Пора Року» он прозвучал полностью. Я не помню, честно говоря, какой это был выпуск, от какого числа, но точно помню, что именно ведущий программы Андрей Куликов предложил мне обозначить этот альбом как «Сьюито». Вот. И я сначала почувствовал себя немножечко неловко, потому что все-таки термин «Сьюито» применяется в академической музыке, а я, как бы, на такие высоты не замахивался. Но потом я уточнил его значение и согласился. Потому что «Сьюито» по большому счету это блок музыкальных произведений, различных по форме, может быть, по музыкальным каким-то темам, но объединено какой-то общей тематикой. Вот. И поэтому мне показалось это определение хорошее. То есть, в принципе, я теперь предпочитаю даже блокпост называть не альбомом, а электронной «Сьюито». Красиво и справедливо звучит. Вот. Ну, послушать альбом можно на официальном сайте проекта. Вот. Он находится по адресу timtaller.su. Вот. Уточнить правописание адреса можно на ресепшене. Вот. Я оставил там, что там пишется. На композицию «Перемирие» мной самостоятельно был снят такой самодеятельный настроенческий видеоклип. Без претензий на какой-либо сюжет, но с претензией на… Ну, как это говорят, на хамство, на символизм, на какую-то арт-хаусность. В общем, все это тоже есть на сайте и в разделе видео его можно найти. Я, возможно, даже завтра, если даст Бог не забыть, когда доберусь до родной войлокки, потому что я после пресс-конференции через полтора часа, по-моему, уезжаю уже. Даст Бог добраться, пересечь блокпосты богополучные. Вот. Я, может, даже его выложу, этот клип на титул на страницу сайта, чтобы вы не мучились в поисках тех, кто захочет посмотреть. Вот, пожалуй, то, что я хотел рассказать об альбоме. Я думаю, еще стоит сказать пару слов о городе, о том, что происходит у нас. В общем-то, несколько месяцев уже мы пытаемся вернуться к сколько-либо нормальной, и сколько-либо мирной жизни, насколько это возможно в текущих условиях. Китай. Что отличает мир по ту сторону блокпостов и мира вот здешнего? Это, наверное, заметно более высокие цены. Это бивалютная система. Вот. Это большое количество разрушений. Причем разрушены такие объекты, как, допустим, в дом детского творчества, которым я в детстве занимался в одном городе. Не то, что был разрушен, но он сильно пострадал и сейчас не функционирует адекватно. Ну, то есть вот досталось школам, досталось домам детского творчества. Вот. Фактически стерт с лица земли прекрасный Одесский аэропорт, о, в Донецкой аэропорте, не дай бог, Одесса. В общем-то, за то, чтобы у вас все было в порядке. Вот. Очень сильно поредела культурная среда региона Донецкого, потому что многие люди, особенно те, которые были в пределе, они выехали, ну, сразу же, только появились первые признаки военных действий, или потом чуть позже они выехали с территории. Вот. Нельзя сказать, что прямо все, ну, допустим, я как человек, который с музыкальной средой больше соприкасается, могу сказать, что, ну, процентов 70-80 толковых музыкантов, от академических дорог музыкантов, ну, тех, с которыми я был знаком, покинули при этом регионе. Сейчас пытаются вот в родной Горловке, она известна, допустим, тем, что там одна из старейших регионов находится студия звукозаписи. Вот. Но они тоже несколько месяцев бездействовали, сейчас все-таки пытаются возвращаться к жизни, потому что, ну, выехать, когда ты владелец студии, ну, не так просто. И ребята какое-то время провели за пределами региона, но потом вернулись и сейчас пытаются работать. И поскольку все пытаются возвращаться к мирной жизни, то начинается и какое-то творчество, какой-то процесс записи. Вопросы есть? Да. А где ваш второй участник? Мой второй участник группы, которого зовут Роман Кондратьев, сейчас работает в Китае музыкантами и автомоделями. — Прямо все, например, в Китае музыкантами. — Вы, пожалуйста, в дальнейшем как видите себя в плане творчества? Вы вернетесь в Горловку, будете творить там? Или же Вы видите перспективу остаться в Киле или, возможно, в Одессе, в ваших дальнейших планов? У меня в голове деление на ноли сейчас, по-моему, дальнейших планов. Я объясню почему. Потому что с одной стороны, конечно, сейчас проще найти человеку моего профиля, работу за пределами региона. Это было проще еще до начала войнных событий. Донецкий регион, для кого не секрет, что это регион по большей части промышленный. Более или менее с работой в основном ладится либо у людей очень бизнес-инициативных, либо у музыкантов, которые идут по общепризнанным профилям. Там академическая страна, которая из учебных заведений выходит. И все мои музыкальные работы, в принципе, по большей части они всегда были за пределами региона. И да, я подумываю о том, чтобы более плотно сотрудничать с той частью Украины, которая находится за пределами региона военной действия. Но, с другой стороны, что меня от выезда удерживает? Ну, во-первых, я банально же человек, который привязан к своей семье, к своим родственникам. И есть еще такой момент, который совершенно у меня не проявлялся до начала военных событий и начал проявляться последние полтора года. Это какое-то сочувствие к жителям родного региона. То есть у меня есть понимание, что там же тоже живут живые люди, которые хотят жить культурной жизнью, развиваться. У меня появилось какое-то желание, я не могу сказать, что я не буду сейчас кривить душу, я буду сказать, что оно супер острое, это желание. Но у меня есть небольшое желание что-то дать родному региону, в плане культурном. Поэтому, хотя, как ни парадоксально, я понимаю, что в данной ситуации я, возможно, вот этим людям смогу больше вообще чего-то хорошего сделать, если выеду. Да, я подумал о выезде. Скорее всего, Киев. У меня был период, когда я в Одессе жил полгода, например. Недалеко отсюда. Прямо иду, вспоминаю, родные места. Скажите, пожалуйста, а вы ему либо какую-то композицию, хотя бы кусочек из нового альбома нам продемонстрировались? Это достаточно сложно, потому что альбом электронный. Сложно это сделать без панограммы. Можно чуть-чуть наиграть кусочек композиции «Перемирие», но я не смогу ее сейчас исполнить. Получается ритмотив где-то так. Продолжение следует... ПО keeping употрwestили к их пред HARM, И поэтому когда играет себя. В это время пообщаться, мелодо Sincerи, Сейчас появляется и в медиапространстве, и в литературе, и в кино, и во всех отраслях жизни бесконечное упоминание военных действий. Раньше мы за ними наблюдали в других странах. К несчастью, это пришло к нам. В целом, какой посыл у вашего альбома? Что вы хотели рассказать, возможно, чему-то научить? Какая главная идея? Да нет, я могу научить, я могу основам работы в музыкальных программах немножко научить. Там сугубо субъективные впечатления от всего, что происходило вокруг меня. Внутренняя необходимость излить душу. Плюс рядом также были близкие люди, которые тоже любят. Но они были рады от меня это услышать, скажем так. Это тоже стимулировало. То есть у них были какие-то свои переживания по поводу происходивших событий. И им очень хотелось, чтобы я что-то сделал на эту тему. Просто близкие люди. И я почувствовал, что вот если и внутри есть такое желание, и снаружи вот такой стимул, а вот в виде ожиданий каких-то там самых родных слушателей, то я понял, что я должен что-то сделать. Как-то так. Скажите, а вот стрессовая ситуация, в которую Вы попали, вы приснили в музыку, Вам стало легче, скажем так? Стало как-то по-другому. Я не знаю, легче или тяжелее. Мне, слава Богу, не было очень тяжело, потому что были люди в Горловке, и очень много людей, которые очень сильно пострадали от происходивших событий. И на их фоне жаловаться мне грешно было бы просто. Но стало, да, как-то что-то поменялось. Скажем так, это был первый альбом, который я выложил. Я его просто выложил в интернете или чего-то. Я даже, по-моему, меньше всего. Вообще, проект «Тенталер», он очень долго в Украине жил. А, я важную еще штуку забыл сказать. Вчера же состоялась живая премьера альбома в Одессе. В More Music Club я его первый раз сыграл живьем, с электронной фонограммой, эффектами гитары. До этого я его живьем играть не пробовал. Вот, по-моему, хорошо получилось. Я уже забыл, на что развещал, честно говоря. Поэтому Вы в Одессу приезжали? Ну, я приезжал в Одессу по ряду причин. Сейчас, наверное, для меня была бы большая роскошь ехать в Одессу, там, грубо говоря, просто на концерт без гарантии каких-то. Потому что дорога дорогая сейчас. Ну, я решил приехать и поиграть пьем. Больше года не выступал в этих событиях. И у меня сорвалось несколько выступлений. Просто потому, что в день, допустим, концерта, там, был там обстрел. И, грубо говоря, мы созвонились с организаторами, и мы все побоялись что-то делать. Я побоялся, что я выявлю и не доеду. До Донецка это недалеко планировалось. И, допустим, меня звали в Харьков на выступление. Но это тоже было в разгар обстрелов. И я тоже просто не рискнул. Большое вам спасибо за приглашение.